Наиболее известным представителем группы роторных гидромашин является шестерённый насос. Рабочие органы в виде шестерён обеспечивают не только геометрическое замыкание рабочей камеры, но и передачу вращения от ведущей шестерни к ведомой. На нашем канале есть ролик, где подробно рассказывается о работе шестерённых насосов с наружным и внутренним зацеплением. На примере шестерённого насоса можно увидеть главный признак роторно-вращательных машин. Это вращательное движение рабочих органов, за счёт которого осуществляется перекачивание рабочей жидкости. Но шестерённые машины не являются единственным представителем насосов с вращающимся ротором. Для перекачивания больших объёмов жидкости при относительно невысоком давлении применяют насосы с зубчатым профилем специальной формы. Рабочие органы этих насосов обеспечивают герметичное разделение линий всасывания и нагнетания, геометрическое замыкание, рабочей камеры. Но передать вращение от ведущего ротора к ведомому не могут. Для этих целей в таких насосах используют отдельную зубчатую передачу, установленную вне рабочей камеры насоса, что усложняет конструкцию, но зато при тех же габаритах эти насосы могут обеспечивать большую подачу, чем шестерённые. Для обозначения таких насосов используют разные названия. В гости насосы термины и определения, насосы с роторами, обеспечивающими только геометрическое замыкание рабочей камеры, называют коловратными. В книге «Объёмные насосы и гидравлические двигатели» Трифон Максимович Башта использует термин «насосы с вращающимися поршнями». В переводе иностранной литературы встречается термин «кулачковый насос». Но название не влияет на принцип работы насоса, а он заключается в следующем. При вращении роторов объём камеры справа будет увеличиваться. Жидкость из канала всасывания будет заполнять освободившийся объём. Объём камеры слева будет уменьшаться. Жидкость будет вытесняться роторами в напорную магистраль. Форма роторов может быть различной. Главным условием работы является геометрическое замыкание роторов между собой и корпусом, обеспечивающее герметичное разделение каналов всасывания и нагнетания. При перекачивании вязкой жидкости допустимо наличие минимальных зазоров между роторами, что позволяет значительно повысить ресурс насосов. Тем не менее, для обеспечения высокого КПД эти зазоры должны быть микроскопическими. Значит, роторы должны быть выполнены с высокой точностью. При перекачивании сред с малой вязкостью, например, газов, для обеспечения герметичности в роторы могут помещаться дополнительные пластины. Кулачковые машины подходят как для перекачивания газов, так и для жидкости, в том числе и очень вязкой и даже пастообразной. Их применяют в качестве воздушных компрессоров в приводных нагнетателях систем наддува четырёхтактных двигателей. Мы рассказывали о наддуве в одном из наших видео. Кулачковые насосы часто применяют в пищевой промышленности для перекачивания сиропов, фруктового пюре, патоки, сгущённого молока и даже творога. Для работы с продуктами питания подойдут только насосы, выполненные из специально нержавеющей стали и других безопасных материалов. Продолжение следует...